В преддверии Международного дня защиты детей региональные представители Центра помощи беспризорным детям посетили воспитанников Каспийского коррекционного детского дома. В рамках проводимой благотворительной акции каждый ребенок смог получить свои заветные подарки. На сей раз для всех учащихся были приобретены летние комплекты одежды. Яркая футболка, летние тапочки, кепка или спортивки. Воспитанница детского дома с интересом рассматривает свою новую одежду и рассказывает о покупках, которые она совершила совместно с сотрудниками благотворительного фонда. Таким подарком Ашурка весьма рада, ведь скоро лето, а значит все ребята отправятся в лагерь, где им без сомнения пригодятся их новенькие приобретения. Кепка, вставные, вставные тоже, тапочки, футболка. Тебе нравятся эти вещи? Да. И сланцы, потом еще вот эту футболку, вот футболку, потом еще нам подарили кепки, кепку подарили, и подарили вот такие мне шорты. Комплекты летней одежды сегодня получил абсолютно каждый воспитанник детского дома. Возможным это стало благодаря стараниям сотрудников Центра помощи беспризорным детям. Он существует уже на протяжении 13 лет, и с начала его основания была оказана помощь более 2000 детским учреждениям во всех регионах Российской Федерации на сумму около 300 миллионов рублей. В Дагестане представителем регионального фонда является врач-кардиолог Каспийско-городской больницы Азиз Багандов. Добрый доктор решил помогать людям не только на территории лечебного учреждения. Большое спасибо, как уже мы говорили, генеральному директору благотворительного фонда Роману Леониду Михайловичу. Есть такой человек, который всегда оказывает помощь донным детям, больным детям, нуждающимся. Он давно у него существует эта программа, он постоянно проводит такие программы. Мы в этом году, он решил и нам помочь, и в последующие годы, мы надеемся, дай Бог, мы всегда будем и этим детям, и другим детям стараться помогать. Вместе с представителями фонда частичку своей теплоты и заботы сегодня вносит и заместитель главы администрации Людмила Левицкая. В преддверии Дня защиты детей она обращается с добрыми пожеланиями к воспитанникам детского дома и обещает в силу своих возможностей помогать всем детям. Хочется сказать, что когда мы приходим в этот детский дом, мы всегда хотим увидеть ясные, красивые лица этих замечательных людей. Хочется поблагодарить весь административный состав, обслуживающий состав этого детского дома за то, что они в чистоте и порядке содержат это здание. Готовность всегда помогать выражают и активисты из молодой гвардии. Неравнодушные граждане с активной жизненной позицией и с целеустремленностью благодетельствовать всем детям-сиротам. Поздравляю вас с наступающим детским праздником, День защиты детей. Мне бы очень хотелось вам пожелать быть расти здоровыми, получать большие успехи по жизни, всегда получать большие успехи. Это самое главное для вас в жизни. И чтобы действительно, как сказали, в этом детском доме было меньше детей. 1 июня у всех малышей на планете особенный праздник. А еще одно напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Нам с вами в силах уберечь детей, оставшихся без родителей, и сделать так, чтобы детские дома закрывались за ненадобностью в связи с усыновлением последнего ребенка. Шахнабад Кулиев, Алексей Колесников. Новости Каспитова.